Девушки отдыхают И предчек, и для клиентов, и для кухни Пришло время оплаты Альфа Касса – это идеальный смарт-девайс для ресторана, бара и кофейни Ну что, открываю смену? Еще рано А теперь открываю? Дай поспать А сейчас? Всем привет! Мы в прямом эфире рабочей группы Совместного проекта ProBusiness и Альфа-банка Меня зовут Дмитрий Альфер, я соучредитель ProBusiness И представляю своего коллегу, соавтора проекта, соведущего Евгения Задоренко, Альфа-банк Беларусь Добрый день! Представляю наших уважаемых менторов Александр Паньков Александр, здравствуйте! Управляющий партнер консалтинговой группы компаний «Здесь и сейчас» Александр – признанный эксперт в нашей стране, за рубежом В бизнес-стратегии, в менеджменте И второй наш эксперт – Иван Муравьев Иван, здравствуйте! Иван специализируется в диджитал-маркетинге Он руководитель одноименного агентства «Муравьев Digital» Возможно, вы видели этого человека В недалеком прошлом он руководил довольно успешными IT-проектами Сейчас он поменял сферу деятельности Егор Карпович сейчас соучредитель и директор бизнес-центра «Кампус Бай» В бизнес-центре около 6500 квадратных метров Там работает и каворкинг, и сдаются в аренду пространства Под офисы и проведение деловых мероприятий Немного про бизнес сегодняшней Компании работает 6 человек Отдел продаж состоит из трех администраторов На данный момент компания сгенерила около 200 лидов Возможно, цифра меняется день до дня Сейчас арендный бизнес сгенерирует около 60 тысяч рублей выручки ежемесячно Но это далеко не конечная цифра Потому что компания работает всего лишь полтора месяца Здесь немного поправочка Это наша цель, которую мы хотим сделать с каворкингом То, что сейчас генерирует, это ежедневный рост с нуля Но там сложно сказать Окей, понял Ну и еще одна особенность данного бизнес-проекта Я уже сказал, что Егор в недавнем прошлом Это айтишник И у него хорошо налажена автоматизация У него есть своя система учета клиентов И плюс еще своя CRM С вопросами роста развития Егор и пришел в рабочую группу Задача минимум выйти на загрузку в 80% Заинтересовать компании, которые хотят арендовать и офисы долгосрочную И заинтересовать IT-компании, фрилансеров, которые хотят разместиться в каворкинге Еще один вопрос Как настроить регенерацию для привлечения клиентов И какие предложения сделать целевой аудитории Егор, как вас угораздило в июне месяце, когда на рынке спад Вообще запустить каворкинг в бизнес-центре? Вообще мы должны были запуститься еще год назад Но сроки сдачи у нас все время передвигались И наша мебель просто стояла там на втором этаже И ждала своего часа Поэтому когда запустились, тогда запустились Но это получилось середина июня примерно Это был тестовый запуск на две недели Мы делали там супер скидки Просто смотрели, как это будет работать И должны были запустить вообще два этажа Запустили только один для теста У нас были брони где-то даже каворкинга на три этажа И все этажи были, по сути, на брони И ждали, когда мы сдадимся, чтобы заехать туда и делать ремонт компания Сегодня же это совершенно обратная ситуация И мы активно ищем арендаторов У нас бизнес-центр, который подразумевает в нем полную инфраструктуру Каворкинг, где есть рабочие места, есть переговорки, есть игровая комната, есть хорошая кухня Либо конференц-зал, который можно использовать под свои нужды Для больших митингов, для каких-то конференций и тому подобное Да, сейчас позиционирование у нас, откровенно говоря, сложно Потому что начинаем просто с того, что у нас есть места для работы Есть место, есть офис для работы И каворкинг мы опять же ломаем систему с тем, что Все думают, что каворкинг это open space Где просто есть стол, стул И это общее пространство, где невозможно даже оставить там свой компьютер, ноутбук и тому подобное У нас есть закрытые маленькие офисы Они сразу разделены на 2, 4, 6 и 5 человек Это то, что есть на первом этаже Мы так и продвигаемся, что у нас есть офисы У нас есть рабочее место и полная инфраструктура внутри здания Сегодня заявки на то, чтобы было там в аренду, как у нас, один этаж 1200 квадратов Ну, хорошо, если одна придет и это будет радость Но сегодня приходят заявки на 10, 20, 50 квадратов Максимум 100 И это те, кто переезжает из своего плохого офиса Проблема в том, что мало заявок? Проблема в том, что а, мало заявок Б, может можно кого-то привлечь на нашей площади Условно, мы не думали, что будем работать там с ресторанами Например, у нас 6 этаж есть очень классный с панорамным остеклением С крутой террасой огромной Возможно, стоит обратить внимание на ресторанный бизнес Но здесь тоже свои вопросы В общем, нужно определить, либо найти вместе с вами, в том числе Какую нишу можно было бы, как минимум, прозвонить Предложить нашей площади, чтобы заполнить большие арендные площади И второе, у нас есть маленькие кабинеты Как переманить из офисов, которые сидят сейчас люди в старых И есть офисы, есть рабочие места В общем-то, как, может, какую-то аудиторию мы не видим С кем можно было бы поработать Ну, вот такой запрос Портрет ключевого клиента Вот то, что сейчас сказал Егор, говорит о том, что портрета нету Над чем нужно серьезно подумать То есть вы сделали дикобраза То есть вы на первых двух этажах сделали коворкинг И небольшие офисы Это один портрет клиента То есть у кого там 10, 20, 50 метров А верховый хотите сдать большими помещениями Это другой портрет клиента И другая легенда То есть легенда Ну, это было до всех мероприятий Сегодня же мы понимаем, что у нас есть маленькие помещения Там на четвертом, пятом, шестом этаже Они по 120, 250, 350, 450 Такие помещения К нам приходят клиенты и говорят Вот разделите нам 250 на 2 У нас там два бизнеса, один там опт, другой еще что-то Мы хотим вот в этом помещении сидеть Ну, не вопрос разделить Ну, только здесь вопрос Один клиент все равно, он все равно берет 250 только Да, но таких клиентов мы хотим, чтобы они приходили ежедневно Они приходят хорошо, если раз в неделю Я бы посмотрел на компании, которые, наверное, выросли в кризис Вот сейчас те, кто выросли Это логистика, это те же туристические крупные компании Логистика и страховые, они любят покупать свои здания И иметь свои помещения Они их покупают И, следовательно, мы когда к ним приходим Мы говорим, может вы какой-то отдел выделите Посадите у нас и тому подобное Но пока что у них это минус Мы не можем дать предложение, а им и не нужно Сейчас запущена реклама там Инстаграм классический Фейсбук, Инстаграм, лиды по 5 долларов Что, в принципе, нормально Я даже не вижу смысла особого сильно их снижать То есть это будет игра, где ты выиграешь 30% И потеряешь гораздо больше на обслуживании Сколько на первом этаже мест? Всего 105 Сколько занято? В OpenSpace у нас занято около 30 мест 105 это OpenSpace тоже? Это всего вообще Первый этаж? Это вместе с офисами? С офисами Давай пока что без офисов Офисы отдельные Без офисов, значит, OpenSpace у нас 55 мест Из них занято около 30 Офисы у нас всего 10 офисов И занято 2 На вчера 2 У меня самый, наверное, банальный вопрос Я видел по документам, что 200 лидов по 5 долларов лид Это косарь долларов бюджета Что тебе мешает? Просто увеличить бюджет в 3 раза на месяц И наполнить? Не факт, что у меня останется, во-первых, цена лида 5 долларов Увеличивая постепенно Ну, постепенно, но твой же вопрос в том, чтобы я за месяц потратил трешку Сейчас идет тестирование гипотезы Пока какие-то выводы делать рано Но больше денег на продвижение вы пока не готовы тратить Пока эти гипотезы Мы не видим смысла Не видите смысла? Окей, давайте на этом зафиксируемся И вернемся к портрету клиента У нас есть смешение как минимум трех портретов То есть первый это каворкинг, муравейник Второй это 1000 плюс И у них разные боли в этом здании Когда человек говорит, здание класса А приходит на первом этаже и видит каворкинг Говорит, я что-то не догоняю Так я не понял, это что? То есть это хаб, это все-таки класс А с каким-то там спецобслуживанием или что? То есть вот здесь полностью размыв происходит И, соответственно, вы одними не даете, другими не даете Не фокусируетесь в этой ситуации А сейчас вы пошли посерединке по 200 метров И говорите, вообще хорошо, по 50 это другой клиент Уже история здания очень понятна То есть как только мы большие помещения нарезаем по 50 Начинается молотилово, по 2 месяца, по 3, по 5 разоряются банкротства и все остальное То есть это другая бизнес-модель То есть это не есть плохо Это принципиально другая бизнес-модель От модели, когда я обслуживаю двух клиентов на этаже У вас в принципе должно быть как минимум два канала, два сайта Которые будут по-разному Один канал будет работать чисто на фрилансеров И думать, где они ходят, где их можно касаться, где их можно трогать А второй на более крупных игроков Я бы здесь очень серьезно подумал бы, как все-таки разделить, сфокусироваться Не обязательно отрезать Но тогда нужно вот несколько легенд и несколько каналов, которые не пересекаются И клиенты не попадались бы в одну кучу в этой ситуации Это и так и есть Мы когда запускали сайт, он должен был быть Потом резко запустились, потом получилось одно, второе, третье В итоге, да, сайт нужно переделывать и делать отдельную Потому что концепция-то интересная, но она нова для рынка Совершенно нова То есть с ней никто не сталкивался в таком виде И все-таки у всех ощущение, там, коворкинг это более такое Более простое, более дешевое, более еще что-то То есть под класс А как-то тяжело подходит То есть я думаю, что в этой ситуации надо, ну, вот, наверное, смотреть на клиентов Там 100-500 вот в этом диапазоне И смотреть другие отрасли Совершенно правильно сказали Надо посмотреть, у кого сейчас хорошо, по-моему, он сказал, да, у кого сейчас хорошо У части банков сейчас прет, да, то есть при этом Точно знаю, что несколько банков переезжают в новые здания Которые растущие, да, то есть вот скоро будут такие новости интересные в этом рынке Вот, пожалуйста У некоторых компаний, которые сейчас в том числе начинают двигаться на российскую территорию Производственные компании, которые из регионов хотят в Беларуси поставить свои торговые дома Отделы продаж, там, и все остальное Это тоже хорошая история, да, то есть у кого сейчас прет Например, часть там региональных производителей, там, продуктов питания и всего остального Которые раньше стояли на коленях, просились на полки Сейчас ситуация изменилась, их просят там попасть на полки, да И за счет этого они начинают немножечко расширяться, некоторые компании Как, например, найти, либо определить этих ребят, кроме бизнес-инфо сайта? Нет, ну смотрите На бизнес-инфо есть не все Вы можете, во-первых, посмотреть всех там, ну, крупнейших производителей региональных И сделать им предложение об открытии торгового дома, офиса в Минске Потому что все равно все происходит в Минске Как на русскоязычном рынке, чтобы люди узнали про кампус? Что делать? Обычной банальной рекламы будет мало Будет мало Будет мало, то есть нужно заходить больше с такой стороны полупиара Какого-то То есть описать полноценный нормальный материал Не пресс-релиз, типа, мы открылись, здравствуйте Типа, кампус Написать полноценный материал Кампус в Минске Вы можете переехать, там, открыть бизнес-подразделение То есть разложить, как, разжевать просто, как ребенку То есть вам нужно сделать 2-3 нативных материала, где показать фотографии кампуса Рассказать преимущества, придумать какие-то ходы Чтобы это было не какое-то скучное перечисление Чтобы это была какая-то польза и для аудитории Взять комментарии тех фрилансеров, кто уже работает Рассказать про преимущества, почему компания выгодна Сейчас заботиться о сотрудниках Привести пару примеров, где эти материалы в России можно разместить Размещение в России, мне пока достаточно сложно, наверное, перечислить бизнес-мей в России То есть там кто есть? Висеть, журнал, Форбс Посмотреть на бизнес-площадки Ну, окучивать российский рынок, это какой-то очень сложный ход Если мы говорим про больших, я просто, наверное, не очень верю, что в Беларуси остались большие Нет, есть немножко другой вопрос Опять, с кем-нибудь лучше, проще в коллаборацию выйти Сдайте себе вопрос, вот если есть российский бизнесмен, который хочет открыть здесь офис Его сценарий поиска, что он будет делать Что он в первую очередь будет, что во вторую, что в третью Надо идти в юркомпании, которые открывают здесь представительства или юридические лица Бинго, да, один из вариантов Надо идти в банки, которые сейчас дают карточки, в том числе, с ними коллаборироваться Гораздо проще сделать коллаборацию, то есть прийти к юристам, которые Скажите, ребята, мы там юридический адрес даем, даем коворкинг, даем еще что-то И через это можно цеплять Прийти к банкам, где карточки, давайте вы им будете в качестве бонуса Наше предложение делать, за что им быть Ну, то есть здесь нужно подумать, что может быть Я бы, может, еще посмотрел на остатки IT-рынка Кто-то уехал окончательно, то есть полностью со всеми концами Кто-то оставил какую-то часть, и даже если компания снимала, там, не знаю, бизнес-центр Либо полубизнес-центр, два этажа бизнес-центра Например, перевезли они 75%, 80% Есть люди даже среди IT-тусовки, которые не хотят уезжать, и это нормально Им как-то, если их, грубо говоря, не уволили, не разорвали с ними контракт То есть с ними как-то надо поддерживать отношения Снимать офис, продолжать два этажа под этих же остатки смысла нет А вот для коворкинга, может быть, и нормальная история была бы вполне себе Единственное, что я бы, наверное, в этой ситуации все-таки немножечко дифференцировался Потому что если заселить все россиянами И ситуация в один момент изменится То у вас может оказаться история, когда у вас прям по щелчку пальцев Выключили свет Выключили свет, да Это точно определенная аудитория, и с ней можно поработать Но прям фокусироваться только на ней точно не Российский этаж Да, да, вот что-то такое Что касается банков, вот, Евгений, может, вы подскажете Как правильно сделать коллаборацию с банком? Что предложить? Как лучше зайти? Коллаборации Делиться клиентской базой Открывают у вас карту, открывают у вас бизнес-счет Пусть приходят к нам, а, за юрадресом, б, за местом каким-то со скидкой, допустим, какой-то постоянной, допустим, да Здесь история Что можно предложить банку? Ну, собственно говоря, это и нужно предлагать Просто банк это должен каким-то образом интегрировать свое предложение Когда он предлагает финансовую услугу Это не просто должна быть финансовая услуга, а там совокупно с вами То есть условно такой бизнес под ключ Однако сейчас есть в этом некоторая сложность Потому что регулятор, национальный банк, достаточно негативно относится к тому, если банки начинают продвигать не банковский, не финансовый бизнес То это не запрещено, но это нужно То есть банк в первую очередь должен быть банком, то есть финансовой организацией и продавать свои услуги И продвигать, и качественно отслуживать клиентам Все остальное это такой второй план То, что вы ищете с точки зрения, если мы говорим именно про такое предложение, коллаборация Это история работы с малым бизнесом Соответственно, вам нужно заходить в банки, которые активно работают с клиентами сегмента малого бизнеса И общаться с теми людьми, которые отвечают за этот сегмент Уже индивидуальные какие-то истории, обслуживание под ключи Ну, а банкам сейчас интересно будет использовать такое предложение? Рынок сузился Если мы говорим про новую регистрацию Условно, если говорить о цифрах В прошлом году в это же время примерно открывалось 4 тысячи субъектов в хозяйственной стране В этом году 2-2,5 Это при том, что количество ликвидации и банкротства достаточно высокое Это первый момент Второй момент Интересно банку или неинтересно Если банк планирует продолжать работать То ему точно нужно как-то привлекать клиентов и конкурировать с другими банками на этом рынке Клиентская база любого банка Даже если банк принимает сейчас решение Что окей, наша задача просто хотя бы сохранить статус-кво Все равно понятно, что база будет уменьшаться Потому что мы смотрим, допустим, по своей базе База Альфа-банка У нас каждый месяц определенное количество клиентов Закрывает счета, потому что они ликвидируются Подают банкротство Либо просто перестанавливают бизнес Потому что бизнес не пошел И, соответственно, если мы ничего не будем делать То наша база будет постоянно таять У любой проблемы есть простое, быстрое и неправильное решение Это демпинг Наши банки, к сожалению, этим часто злоупотребляют Если идти по правильному пути Это как раз вот такие ценностные предложения Которые попадают в потребности клиента Я бы поэкспериментировал еще с другой стороны Посмотрел бы здание класса B Посмотрел, кто там сидит И, может быть, даже очень точечно Некоторых бы пошатал бы Мы же так делали Мы ездили по зданиям, фотографировали У них же у всех внизу написано, кто сидит Вот И фотографировали Потом искали, делали предложение Ну, с кем-то продолжил свой разговор Но, опять же, мы это делали давно Можно сейчас опять проехаться Посмотреть, кто остался Класс B тоже То есть это Кого можете перетянуть более Или там даже класс C Иногда есть, да То есть кого-то вы можете перетянуть В текущих условиях На практически такие же Там ценовые вещи Потому что Особенно там В B-шке Вот кто там А проседает И С А Б пытаются держать Очень серьезную цену И теряют своих клиентов Евгений по традиции Подводит ли торги? Да У нас вырисовался Определенный сегмент Это белорусские компании Которые работают на экспорт России Но оригинальное именно Которым, наверное, интересно Сейчас, в настоящее время Будет открыть некое представительство В Минске Соответственно Это потенциально Как раз тот сегмент На который можно посмотреть Это согласен Опять-таки Вот с Иваном Это вот чисто Прямые продажи Точечно найти Прозвонить Пообщаться Это должен делать продавец Сомневаясь Что администраторы Обладают нужными науки Очень важный момент Добавлю Что нужно Относиться к тому Что ни один из каналов Не даст вам фонтана То есть, скорее всего Нужно там Бить несколько точек Еще один вариант Это все-таки Можно попытаться Поработать с банками Для того, чтобы сделать Комплексное предложение Прямо Бизнес под ключ От А до Я Начиная с открытия Прямо можно Открытие Чуть ли не регистрации Компании Или ИП Открытие счета Юра адреса И так далее Единственный вопрос В том, что Насколько Этот сегмент клиентов Готов будет Платить деньги Ну а Эта услуга Ну то есть Если в комплексе Даже если это будет Банковское предложение Коллаборированное с вами Это будет все-таки Стоить Не Там Не Не 10 Не 20 Не 30 Не 50 рублей Это будет там За 100 Соответственно Насколько Вот эти вот То, что называется Там Нью-ту-маркеты Будут готовы Платить эти деньги Да Все-таки Удобно Классно Прекрасный офис Все сделано Начать с базы И все остальное Это экстра Насколько Насколько Да Насколько Они будут готовы Это платить Я Не Это опять Григорий Это маленькие Маленькие Ручейки Которые надо Свести В один ручей Фонтанов Не будет Больших рек Не будет В этой ситуации Пока По крайней мере Поэтому Здесь На самом деле Надо усиливать Продажи И вручную Перебирать 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 В общем Егор Вы тестируете Гипотез Сейчас вам накидали Еще больше гипотез Я хочу сказать Что Проект Рабочая группа В этом году Проверяет Как герой Выполняет Советы Менторов Поэтому Через несколько месяцев Мы можем приехать К одному из героев Выпусков Егор Мы можем приехать И к вам Егор кстати Выступит на нашей конференции Расскажет про систему Автоматизации Мы ее сегодня Не затронули Там интересно Спасибо большое Егор Я напоминаю Что проект Рабочая группа Это проект Который На безвозмездной Основе Реализовывается Партнерша с Альфа-банком Предприниматели Компании Собственники Руководители Могут подать заявку На участие в проекте Отправляйте В нашу редакцию Контакты Есть на ProBusiness.io Свои заявки Заполняйте бриф Возможно Следующими героями Станете вы Ну и конечно Подписывайтесь На наш YouTube канал И следите за новыми Выпусками Рабочей группы Всем спасибо Всем хорошего вечера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова